Сегодня я хочу начать небольшой цикл проповедей, посвященный одной из самых, наверное, противоречивых книг Священного Писания. Это книга Иова. Вы знаете, с одной стороны, о книге Иова есть масса комментариев, масса толкований, огромное количество разных книг, которые пытаются так или иначе объяснить нам суть этой книги. С другой стороны, я вот вижу на своей жизни, ну и на жизнях многих христиан, окружающих меня, христиане очень редко целиком эту книгу перечитывают. Ну вот по плану, если попадется годичному чтению Библии, ну прочитаешь. А вот так, чтобы, знаешь, откроешь вот книгу Иова, дай, думаю, прочитаю. Вот я иногда так читаю Евангелие Иоанна или какое-нибудь послание апостола, или бывает, можно псалмы открыть вот на любом псалме и читать, или книгу-притч, или экклезиас, да, или истории-исторы. Ну так, чтобы вот открыть книгу Иова и почитать, это редко бывает, прямо скажем. И поэтому христиане, как правило, хотя эта книга большая, там 42 главы, обычно знают только две первых главы, как там все завязалось, там, дьявол, сатана с Богом, по поводу Иова, почему он богобоязнен и там выясняли отношения, это мы помним. И конец знаем, последнюю, 42 главу, чем все закончилось. А вот там, что находится внутри, вот эти около 40 глав, как-то вот мы их, может быть, по плану так прочитываем, но особо как-то в них не вдумываемся, и, честно-то говоря, не сильно-то их хорошо и знаем, не сильно их и помним. И поэтому вроде бы, знаете, такое интересное противоречие, об этой книге так много разных толкований есть, и в то же самое время как-то она, ну прям, скажем, малолюбима верующими. Потому что даже читать вот о всех несчастьях этого страдальца тяжело. И я, когда читал разное толкование на эту книгу, знаете, вот невольно замечаешь, что у каждого из нас, особенно, конечно, если это служители, пасторы, проповедники, формируется какой-то богословский взгляд, какие-то свои богословские концепции. И проблема с книгой Иова, что она вот практически никогда не умещается в наши богословские концепции. Это как, помните, в Древней Греции был такой миф о прокрусте, был такой разбойник прокруст, который подстерегал у дороги путешественников, заманивал хитростью в свой дом, там у него было такое специальное ложе, и вот он укладывал путешественников на ложе, и если путешественник был короче ложе, то прокруст этот разбойник растягивал его, помните, да? А если наоборот там торчало что-то, там ноги торчали, то прокруст отрубал ноги. Так вот, знаете, у нас точно так же, вот с годами у нас как-то вот формируется какой-то некий стандарт, вот как должно быть, вот как бы мы четко знаем, как правильно, как неправильно, что Бог желает, что Бог не желает. То есть у нас есть вот своя такая теологическое мировоззрение. И вот эта книга Иова как путник, она вот как где-то торчит, и тебе хочется там вытянуть что-нибудь такое, допридумывать, например, вот, а где-то наоборот не хватает, да, нет, нет, наоборот, там где-то торчит, нужно отрубить, там, ну, лишнего что-то есть. Вот есть некоторые моменты, я думаю, с удовольствием бы проповедники повыбрасывали из этой книги, вот, некоторые моменты. Зачем они там нужны? Только нам путают наше стройное богословское мировоззрение, да. А с другой стороны, наоборот, там где-то что-то не хватает, нам бы казалось бы, что-то там, ну, Бог не договорил, надо как-то было пояснить, вот, и там нужно что-то было растянуть. В общем, с этой книгой очень много возникает разных проблем, может быть, поэтому мы, как христиане, да, не так и часто к ней обращаемся. И еще, в самом начале хочу сказать, что, ну, эта книга считается одной из самых древних, некоторые вообще исследователи считают, что это самая старая книга в Библии, да, самая старая книга Ветхого Завета, потому что там такие выражения встречаются, которые есть только в Торе, вот такие фразы, такие выражения, то есть эта книга либо современник Торы, либо даже еще раньше написана, чем Тором, вот. И у нас синодальный перевод, мы понимаем, синодальный перевод – это проза, но в оригинале, на еврите, это книга поэзия в стихах. Но тоже надо, конечно, пояснить, что еврейская поэзия – это была не поэзия рифм, это была поэзия ритма, то есть там был определенный, по-нашему говоря, белый стих, что ли, там есть определенный свой ритм в этих стихах, и поэтому эта книга – это, в принципе, поэтическая книга, и это говорит нам о том, что когда Бог что-то делает, Он не просто думает о пользе, но Он еще думает о красоте. Я помню, когда изучал философию в Петербурге, в Академии, я как-то общался с ректором, и я задал ему такой вопрос, а как раз вот у нас был экзамен по немецкой философии, и нам нужно было сдавать взгляды и мировоззрение, ну как сдавать, рассказывать про взгляды и мировоззрение Эммануила Канта, и я читал его книгу «Критика чистого разума», и там что-то 800 с лишним страниц, и причем это таких страниц, это прямо скажем 800 страниц неувлекательного чтения, там можно одну страницу читать, 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 и так ничего не понимать. В общем, тяжелая книга такая, большая и трудная. И я помню, я общался с ректором и говорю, почему философы не заботились о том, чтобы интересно, наглядно изложить свои взгляды? Ну почему они так пишут, что просто нужно буквально заставлять себя читать эти книги? Ну почему? На что мне ректор ответил, понимаешь, говорит, Виктор, философы, они настолько были увлечены какой-то идеей, что для них было главное изложить эту идею. А уже в какой форме они это сделают, им это неважно. Поэтому они так это часто делали, что кроме как специалистам, это никому не интересно, да и мало доступно. Так вот, драгоценное, я так рад, что наш Бог, Он думает не только о том, что, но также о том, как. И Бог не просто дает нам истину, но старается эту истину сделать красивой, интересной. Неслучайно, когда Бог творил мир, вот заметьте, Он не только сотворил все полезным, Он сотворил все красивым. Ведь могло же быть так, вот растет из земли растение, появляется, растет, растет, раз и плод полезный для нас. Но перед тем, как появляется плод, что еще есть? Цветок. Какой смысл у цветка? Ну какой, что? Нет, смысла практического особого нет. Но красиво. Поэтому даже есть цветки и без плода. Вроде бы вообще толка, какой от него. Вот у нас дома, Диана любит всякие цветы у нас, там всякие герани, хризантемы, еще что у нас там растет? Недавно погибло-то у нас кто-то. Орхидея. Орхидея у нас вот недавно обиделась и сказала, не хочу с вами жить, и умерла. Вот, вот. И ты скажешь, Виктор, а какой тебе толк от этой орхидеи? Вот какой толк от орхидеи? Какой практически толк? Плодов нормальных нет, яблок орхидея не приносит, даже репки там нету. Ни вершки невкусные, ни корешки невкусные, но красиво. Поэтому думаешь, толка нет, а жалко. Жалко орхидею. Хотя, ну что ты, что ты, убыло что ли? Вам кушать теперь нечего? Орхидея погибла. Нет. Мы ее вообще не ели никогда. Вот. Слава Богу. Но почему-то жалко, а почему? Красиво. То есть вот смотрите, когда Бог что-то делает, Он же мог вот так прагматично взять там все снежинки одинаковыми, там все листочки одинаковые, все цветочки одинаковые, да? В лесу бегал бы один зверь, один дикий, один домашний был бы, да? Ну что там? Вот. А Он так все создал, там такие звери есть, вот, вот, некоторые. Особенно у нас, вот Лена у нас из Австралии приехала, да? В Австралии. Как будто вот Австралия, это вот Бог вот все сотворил, потом смотрит на Австралию, думает, так устал. А когда устаешь, там всякие шуточки начинаются, и Он каких-то вот коносов придумал, бронено, ну такие вот какие-то вот странные такие, зверятины. Он просто их налепил, налепил, и говорит, а это по приколу. Вот. Наслаждайтесь, австралийцы. Вот. Вот. То есть Он делает все не просто полезным, Он делает красивым. И вы знаете, что интересно? Вот я часто общаюсь с христианами нашей церкви, и когда мы делимся о том, что Бог совершает в нашей жизни, вот очень интересно, иногда ты наблюдаешь чудеса не в практической сфере, когда тебе там нужны там финансы или здоровье, а иногда видишь чудеса, вроде бы в них нет практического смысла и цели, но Он так интересно, как-то вот формирует события, есть такие моменты, что ты смотришь, и просто красиво. Замечали ли так бывает в жизни? Вот такие какие-то вот есть совпадения, ну казалось бы совпадения, но ты видишь в этих совпадениях руку Божью. Бог так все удивительно делает. И вот давайте откроем вместе с вами книгу Иова. Я хочу несколько воскресеньев провести об этой книге, и я сразу хочу вам такую вещь сказать. Конечно, это может быть трудно сделать, но давайте постараемся с вами читая эту книгу, максимально забыть о наших богословских взглядах. Вот что мы там изучали, в библейских школах там вот нам говорили, концепция страданий, концепция там до креста, после креста. У нас очень много всего в голове, да? Давайте постараемся максимально от этого дистанцироваться. И вот как будто мы читаем свежим взглядом. Давайте посмотрим на эту книгу свежим взглядом. Я думаю, Бог нам может много показать, если мы вот таким свежим взглядом перечитаем эту книгу. И вот первый стих первой главы. «Был человек в земле Уц, имя его Иов». Уц в английском там звучит так Уц, 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 Уц. Когда, помню, мы много-много лет назад общались с Денисом Подорожным, пастором из Узбекистана. Вот мы с ним как раз разговаривали на эту тему. И мне Денис говорит, Виктор, ты помнишь там вот Иов, он был из земли Уз? Я говорю, да, помню. Он говорит, Уз, это же Узбекистан. Я тогда ему говорю, да, говорю, не знал. Говорю, ну тогда Авраам был с Урала. Он говорит, почему? Он говорит, он же жил в Уре Халдейском. Вот Ур, Урал и был у нас тут. Но если, конечно, говорить серьезно, сейчас уже невозможно сказать, где эта земля была Уц. Может быть, и в Узбекистане, я как-то и не против, вот. Но я не думаю, что это имеет большого значения. В общем, жил в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязненный, и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. Имение у него было. Семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар валов, пятьсот ослиц, весьма много прислуги. Был человек этот знаменитый всех сынов Востока. Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали, и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, освящал их, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу их, ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили, и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Вот сразу возникает вопрос. Как вы думаете, а вот этот Иов, это был настоящий человек или его придумали? Ну, бывает же такое, да? В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь Додон. Ну, и вот придумали какого-то вот человека. Как вы думаете? Настоящий. Почему? Дети у него были. Да, у сказочных персонажей детей не бывает, это правильно. Вы знаете, точно, на самом деле, сказать невозможно. Кто-то из богословов считает, что он настоящий, кто-то считает, что он был придуманный. Просто дело в том, что Священное Писание говорит, что нет праведного ни одного. Помните, да? Все согрешили и лишены славы Божьей. Все. Нет ни одного праведного. А про Иова здесь написано, что он был каким? Непорочен, справедлив, богобоязненный и удалялся от зла. То есть, вполне возможно, Иов – это какая-то притча, где просто нарисован такой просто идеальный человек. И Бога любит, и за детей все время молится, и жертвы приносит. И справедливый. И заметьте, он такой, даже сам по себе, какой-то такой идеальный, что ли. У него даже, заметьте, имущества не просто много, а оно в таких красивых цифрах у него, да? Красивых цифрах. Смотрите, у него 7 тысяч мелкого скота, 3 тысячи верблюдов, 500 пар валов. Не то, что там 3 тысячи 492 у него верблюда, там 5 тысяч 817. А вот прям так вот все красиво, вот у него красиво. Но я думаю, что, знаете, что это не так важно, это придуманный или непридуманный персонаж. Возможно, и был реальный какой-то прототип у этого персонажа. Был какой-то реальный, знаменитый на Востоке человек Иов. Но мы понимаем, что даже если такой персонаж и был, то он тут нарисован, ну, как бы таким идеальным. То есть автор, он идеализирует. То есть, послушайте, цель этой книги не разбор биографии человека Иова. Цель книги – это показать нам какой-то важный принцип. И, читая эту книгу, мы понимаем этот важный принцип отношения чего? Отношения, конечно же, страданий. Страданий, через которые всем мы проходим. Вот поэтому вот такой вот человек, ну, просто вот идеальный. Конечно, мы понимаем, что нету безгрешных людей, но он вот такой безгрешный, как только можно. И справедлив, и непорочен. И прямо в нем вот все-все воплощается. Вот смотрите, у него был мелкий скот. Там дальше написано про овец. То есть, он был животноводом. У него были волы. То есть, он был земледельцем. Для чего волы-то нужны? У него были там еще что? Верблюды. То есть, торговля, бизнес. Для чего нужны верблюды? Мерседесы древнего мира. Они что-то перевозили туда куда-то. Какой-то багаж, какую-то клажу. И мы видим, что вот нам показан человек, у которого жизнь удалась. Удалась. У него даже дети в красивых цифрах. 7 и 3. Вот так вот все у него красиво. У него и дети красиво. 7 и 3. У него и все имущество так вот прям богатое. Он и духовный. Он и семью любит. И Бога он боится. И с людьми поступает справедливо. Ну вот, удивительный человек. Конечно, безгрешных нет. Но это максимально приближенный к безгрешному из всех возможных земных вариантов. Так можно назвать, да? Шестой стих. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И вот тут первый вопрос. Кто такие эти сыны Божьи пришли? Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, то мы видим, сынами Божьими нередко называют народ Божий. Когда Бог говорит, что там соберут своих сыновей и дочерей. Помните, да? С разных частей света. То есть люди названы сынами Божьими, да? С другой стороны, цари, бывает, называются сынами Божьими. Может быть, ангелы какие-то там. Тоже есть такой взгляд. И опять-таки, эта книга нам не поясняет, потому что цель этой книги не раскрыть нам механизмы небес, а показать нам нашу земную жизнь. Какие-то вещи объяснить нам в нашей земной жизни. Поэтому вот собрались какие-то Божьи, назовем их так, подданные, да? Собрались сыны Божьи, и между ними был и сатана. Вы знаете, вот в самом начале, когда мы эту книгу читаем, мы чувствуем, что что-то из наших взглядах на духовный мир начинает несколько разрушаться. Потому что, так или иначе, мы в церкви пропитываемся пониманиями, что есть два таких лагеря, есть царство света, царство тьмы, царство света, возглавляемое нашим Господом, царство тьмы, возглавляемое сатаной. И вот эти царства все время воюют друг с другом и атакуют друг друга. И, конечно, 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 мы понимаем, что Бог, он посильнее. Он все-таки Бог. Но как-то дьявол уже много тысяч лет как-то все вот не сдается. И среди христиан очень популярна картинка. Можно показать картинку борьбы, да? Когда во многих соцсетях христиане постят разные картинки, они абсолютно убеждены, что это вот одна из таких картинок, где, видите, Иисус, Сын Божий и дьявол, вот они сейчас на руках сразятся. И хотя мы видим, как Иисус полон решимости, но смотрите, и дьявол тоже не сдается, а судя по мышцам, так еще непонятно, кто и победит. Дьявол тоже довольно маскулист, да? Вот. И вот такое противостояние. И мы смотрим, и думаем, о, Иисус в опасности, еще немного, и дьявол его может победить. И мы как бы думаем, надо как-то нам Иисусу помочь, как-то вот навалиться все вместе, иначе неизвестно, чем все закончится еще, да? Вот такие картинки у нас есть. И мы даже не понимаем, что эти картинки не имеют ничего общего со священным писанием. Нигде в Библии никогда дьявол не показан каким-то сколько-нибудь равным противником для Господа. Нет. Мы видим, что Библия говорит, что Бог является вседержителем. И что интересно, он даже сатану может использовать в своих целях. То есть, книга Иова нам показывает, ребят, нам-то вообще нечего бояться. И заметьте, вот это сатана, он там в первых двух главах участвует, а больше там о нем никто уже и не вспоминает. Вся эта книга посвящена отношениям человека и Бога. И вот вы знаете, в иудаизме есть вот такой взгляд на дьявола, который, по моему мнению, намного ближе к священному писанию, чем порой вот эти наши картинки, что дьявол это просто цепной пес на службе у Господа. И эта книга нам это показывает. И когда вот мы думаем, ну, Виктор, подожди, подожди, как это так? И мы все время все равно, у нас в голове какое-то двоевластие есть. Есть Бог, есть дьявол. Да, Бог повыше, дьявол пониже, но они вот все равно вот как-то вот, у нас вот есть такое представление, и иногда Бог так отвернется, а дьявол напакостит. И вот есть такие картинки, вот можно там несколько картинок показать. Вот тоже христиане очень любят постить. Вот первая картинка, когда верующий молится, Боже, защити меня от всяких несчастьй, бед и горести. И ему по макушке падает камушек. Он возмущен. Боже, как так? Я тебя просил помочь. И последняя картинка, когда Бог говорит, извини, я пропустил маленький кусочек. И вот такой стоит Иисус, и прямо вот эти картинки, они должны приводить верующих в умиление. Думаешь, я тут переживаю из-за маленьких камушков, а Иисус огромные булыжники на себя взял, а я тут к нему с маленькими камушками пристаю. И опять-таки, знаете, как будто Бог, Он сильный и могучий, но не всемогучий и не всесильный. Он, конечно, то в основном камешки, давай еще полюбуемся, он, конечно, он, конечно, камешки-то в основном все на себя берет, но маленькие долетают. Опять-таки, что общего у этих картинок из Священного Писания? Ну, только дяденька в бороде с длинными волосами и в простынке. Все. Что еще взято из Библии? Ничего. Потому что Иисус сказал, что вы ни одного волоса не можете вот без воли Божьей поменять. Помните, да? Кто из вас может сделать выше себе хоть на локоть рост? И он говорит, у вас все волосы сочтены. То есть все Писание нам показывает, что Бог, Он не просто сильнее всех, а Он всесильный. Он не просто самый могучий, Он всемогучий. И все в Его власти. Все. И эти картинки это просто фантазии людей, не связанные на Библии. А с чем они связаны? С язычеством. Это в язычестве. Даже вот мы вспоминали Древнюю Грецию, да? Я думаю, не только я один в школе зачитывался знаменитой книгой Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Вы помните, что в основном вся, все легенды о греческих богах это что? Стычки. Там все время кто-то с кем-то воевал. Кто-то там, какой-то бог у кого-то что-то там либо стибрит, либо что-нибудь там сворует, либо что-нибудь напакостит, и там пошли разбираться. А один бог говорит, ну сейчас я еще друзей своих богов возьму, тот тоже себе берет, там еще героев, и пошли сражаться. И все время что-то разбираются друг с другом, и разбираются, и разбираются. И вот на основании таких картин у нас точно так же возникает представление. Есть светлый бог, бог есть свет, и нет в нем тьмы, и есть темный бог, дьявол есть тьма, и нет в нем света. И вот они все время сражаются, а мы как бы между этими сражениями находимся. Вот есть такие картины. Но таких картин нет в Библии. Библия говорит, в мире нет двоевластия. Есть один Вседержитель, есть один Царь и один Господь. И Писание показывает, то, что там у язычников было многобожие, то эти идолы это не боги. Правда же? Идол в мире, Павел говорит, что? Ничто. Идол в мире. Ничто. Поэтому вот эти картинки, что сатана что-то вот тут пытается. Вообще, я думаю, знаете, что, честно вам скажу, мне кажется, мы слишком преувеличили роль сатаны. Нам так хочется с вами кого-то бояться, что мы себе такого придумали. Ну, конечно, не то, что мы придумали, это еще в средние века придумали, когда рисовали сатану каким? С рогами, помните, да? С хвостом, с копытами, в виде козла такого. Козла-человек. И вот таким у нас и есть сатана, да? Хотя на самом деле сатана в Библии это слово, которое переводится очень просто. Противник или клеветник еще есть него значение. В греческом языке это слово дьявол, да? В еврейском сатана, в греческом дьявол. Противник, клеветник. И знаете, что интересно? Иногда в священном писании сатана переводится на русский, а иногда имя остается просто русскими буквами еврейское слово, так называемая транслитерация. Например, помните, когда Иисус сказал Петру отойди от меня сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божье, а что? Человеческое. То есть, когда Иисус рассказал о своих страданиях, Петр начал перечить, да не будет с тобой такого, и Иисус ему так ответил. И некоторые верующие думают, что возможно в этот момент в Петра тайно проник сатана. И на какое-то мгновение лицо Петра исказилось, и он сказал, да не будет с тобой того. На что Иисус сказал, замолчи, что-то она. Иисус, что это было? Вот такое. В действительности драгоценное, Иисус просто сказал, отойди от меня противящийся. То есть, просто Петр стал высказывать взгляды противящиеся той миссии, которая была у Небесного Отца для Иисуса Христа. Поэтому он не то, что говорит, отойди от меня, дьявол, вижу рога, вижу хвост торчит у тебя. Нет, он имел ввиду, отойди, противящийся. Просто, просто противящийся. Поэтому даже в Библии, когда есть там слово сатана, это не всегда имеется ввиду тот падший ангел, кого мы все подразумеваем. Иногда это может быть просто кто-то противящийся. И вот смотрите. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? Вот когда собирается царь и подданные в древнем мире никто не мог сказать прежде, чем не скажет царь. Кто начинает беседу? Бог царь. И он задает вопрос противящемуся. Ну, откуда ты пришел? И отвечал сатана на Господу и сказал, я ходил по земле, обошел ее и сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный. И удаляющийся от зла. Ну, смотрите, некоторые говорят, что Иов на самом деле не был таким. Там, вначале говорится, что он был таким богобоязненным, а Бог про него такого не говорил. Нет, Бог про него говорил такое. Бог сам подтвердил, что Иов богобоязненный, непорочный, справедливый, удаляющийся от зла. И отвечал сетона Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространились по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него? Благословит ли он тебя? Заметьте, сатана не спорит с Богом о богобоязненности. Он не говорит, нет, Господь, он на самом деле совсем небогобоязненный, он несправедливый, он часто поступает неправильно. Нет, сатана не спорит об этом. Сатана спорит о мотивах богобоязненности Иова. Сатана говорит, ну да, конечно, Господь, он богобоязненный, но ведь не даром. Конечно, он богобоязненный, так ты же ему помогаешь, ты ему даешь всевозможные блага, конечно, конечно, он богобоязненный. И мы видим один из главных вопросов этой книги, «А какие мотивы стоят за нашим богоисканием, богобоязненностью, стремлением жить праведно? Какие? Почему мы хотим быть такими? И мы видим, может быть, мы хотим быть богобоязненными, праведными, чтобы что-то получить у Бога на этой земле благословение, помощь, защиту? Что говорит Писание? Если только вы в этой жизни надеетесь на Христа, то вы кто? Несчастнее всех человеков. То есть упование Бога ради земных благ неправильно. Неправильно. это означает, что ты не даром богобоязненный. Я скажу даже больше, стремление быть богобоязненным, потому что ты хочешь попасть на небеса в рай или боишься попасть в ад, это тоже богобоязненность не даром. Не даром. Я помню, с кем-то недавно беседовал, мне такой вопрос задали. А как же написано в послании Иуды «А иных страхом спасайте, других страхом спасайте из торга из огня». Очень интересно, что как раз слово «страхом» в греческих манускриптах нет. Там написано «Иных спасайте, выдергивая из пламени, выдергивая из огня». То есть даже желание небесной награды и стремление получить что-то в Царстве Божьем или наоборот избежать адских мук, даже это является неправильным мотивом для праведности. возникает вопрос «А зачем нам праведными тогда быть? А смысл-то какой тогда? Зачем нам быть богобоязненными? Если ради чего-то это неправильно ты, пастор, говоришь, так тогда зачем мне это нужно? И тут давайте вспомним. Слово Божие нам говорит, чтобы мы были не со своей человеческой праведностью, а с какой праведностью? с праведностью Божьей. Праведность как у Бога. Почему-то верующие редко задумываются, а какая же у Бога праведность? Как вы думаете, есть ли кто-то, кто Бога может наградить или наказать? Кто-то выше Бога, кто скажет, ну, Бог, ты праведный, молодец, награжу тебя, будешь Бог Богов или накажу, если ты что-то неправильно делал. Нет, заметьте, нет никого выше Бога, нет никого, перед которым Бог мог бы дать отчет. Получается, Бог может делать все, что хочет? А почему же тогда Он свят, Он праведен и Он многомилостив? Если нет никакой Ему награды и никакого страха наказания, почему же Он такой? И мы понимаем, да просто потому, что такова Его природа. Бог есть свет, Бог есть любовь, правда же? Это Его природа, и Он совершает святые дела, потому что Он наполнен светом, Он творит правду, потому что Он наполнен любовью, не потому что Он чего-то боится или чего-то ожидает, а просто потому, что Он такой. И что интересно, драгоценное, мы христиане названы в посланиях апостола причастниками божественного естества. Мы не просто какие-то странные людишки, которых Господь принял в Своё царство. Бог родил нас Словом Своим, Он наполнил нас, и Павел говорит, тот, кто во Христе, кто? Новое творение, старое пришло, всё новое. Бог изливает сегодня любовь Духом Святым нас, и Бог желает, чтобы наша правда, наша святость были не потому, что даром ли или не даром ли, а потому, что иначе ты не можешь. Потому, что, когда ты соединяешься с Ним, наполняешься Его благодатью, наполняешься Его милостью, у тебя даже не возникает вопросов там награда или наказание, ты творишь дела любви, потому, что ты наполнен божественной любовью, а не потому, что ты ожидаешь плюшек с небес. Понимаете? Ты просто переполнен Его любовью. И вот дьявол-то, сатана, он и говорит Богу, почему он богобоязненный, потому, что он реально так тебя любит. или потому, что он надеется на что-то. Его богобоязненность не даром. Понимаете, о чем вопрос? я думаю, я думаю, намного более важно, чем размышлять, был ли такой человек реальный или не был. Это просто сказание для нас, как некая притча, или это реальный персонаж. Намного более важно, чтобы мы себя спросили, а я? Я даром ли богобоязнен, да? Я некоторое время назад увидел фотографию из Малоярославца. Можешь показать? В Малоярославце, в одном из соборов города, такой случай произошел. Прихожанин ворвался в церковь, видите, православная церковь, и все стал там переворачивать. Когда его схватили, скрутили, арестовали, и задали вопрос, почему он это натворил, он сказал, что обиделся на Бога, потому что Бог не ответил на его молитву. Я, конечно, понимаю, что это крайний пример, но вы знаете, в этом недовольном жителе Малоярославца можно увидеть каждого из нас в чем-то. Сколько у нас бывает, возникает, да, вот мы, Бог, я молился, а тут такое, что такое? Это что такое? Это что, я молился зря? Мы молитвенное там совершали, я в церковь носил, я так опаздывал, еще сидел там, писал, чтобы успеть. А где ответ? В чем вопрос, да? Если так дело пойдет, Господи, ты дождешься, что я тебе молиться вообще перестану? То есть, понимаете, вот этот вопрос, который поднимается, а каковы мотивы нашей богобоязненности? Вот это и главное. А каковы мотивы твоего посещения церкви, ты туда зачем пришел? Как зачем? Следующая неделя такая сложная, если мы не помолимся, так я не знаю, что будет. Понимаете, с одной стороны, это нормально, мы верим, что Бог благословляет, да? Мы верим, что Бог исцеляет, мы верим, что Бог помогает, мы верим, что Бог заботится о своих детях, но если мы верим в Него только из-за этого, значит наша богобоязненность не даром. Вот вопрос, который поднимается. И вот, смотрите, 12 стих. И сказал Господь сатане, вот все, что у Него в руке твоей, только на Него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник Киевы и говорит, валы орали, и ослицы пасли подли них, как напали с савиани и взяли их. И отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает. Знаете, вот почему я думаю, что, скорее всего, даже если был такой персонаж, как Иов, все-таки эта книга, она, ну, несколько преувеличивает то, что было в жизни Иова. Потому что, хотя вроде бы беда не приходит одна, но так, чтобы вот в один день все, это вот, прямо скажем, нечасто. Уж прямо у него вот, вот у него все плохо. Ладно, продолжаем читать. Орали там, орали, это же пахали, не то, что там волы орали уже, все, тут орут все, все, все гибнут. Нет. Ослицы паслись, напали савиани. Еще он говорил, как приходит другой и сказал, огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их. И спался только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, халдеи расположились тремя отрядами, бросились на верблюдов, взяли их, а отроков поразили оттрием меча. паса только я один, чтобы возвестить тебе. И еще этот говорил, приходит другой, сказывает, сыновья твои, дочери твои, ели и вино пили в доме первородного брата твоего. И вот большой ветер пришел от пустыни, и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спался только я один, чтобы возвестить тебе. Ну вот, это какой-то идеальный черный день. Ты сидишь в церкви, собрание закончил, ты замечаешь, что тот тебя своровал кошелек, ты вышел на стоянку, думаю, сейчас поеду домой грустить, приходишь, машину нету, пропала машина, ты садишься на автобус, чтобы доехать, там автобус портится, дошел домой, а там пожар, дом сгорел. Вот и задумок, и задумаешься, стоит ли на собрание ходить после такого. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, острил голову свою, упал на землю и поклонился, и сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг, и возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. И тут происходит то, вот с чем мы с вами не хотим согласиться. Богобоязненность Иова не уберегла его от несчастья. нам не хочется, но вот когда мы читаем, мы видим, да, он был богобоязненным, справедливым, удалялся от зла, но тем не менее его постигли не просто несчастья, а ужасающие несчастья. Но в то же самое время мы видим, насколько уникальным человеком был Иов, потому что его праведность была основана не на получаемых от Бога благах, да, а на вере. И мы видим, после вот такого, вот, знаете, даже думать не хочется, как бы мы отреагировали, если бы что-то подобное произошло. Вот даже думать не хочется. Но мы видим, как отреагировал Иов. Стал ли он роптать? Нет. Что он сделал? Поклонился. Написано, он поклонился. Сначала он разорвал одежды, остриг голову, разорвал одежды, сначала горя, остриг голову, означало позор в то время, да, позор, горя, несчастье. И в то же самое время он поклоняется и говорит, Господь дал, Господь взял, да, наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. И написано, во всем этом не согрешил Иов. Некоторые говорят, что он неправильно говорил, но если мы читаем книгу Иова, написано, он не согрешил, то есть он не наговорил глупости. Бог дает, Бог берет, нагим мы пришли, нагим мы уходим, да, как говорится в нашей русской поговорке, у Савана нет карманов. И здесь, смотрите, очень интересно, Иов не ассоциировал себя с тем, что он имел, а с тем, кем он являлся. И Слово Божье нас учит, чем бы мы не владели, что бы у нас не было, а Слово Божье учит, чтобы мы не были связаны тем, что у нас есть. Не были связаны. И по сути, вот эти выражения, да, наг я пришел, наг уйду. Нагота это и есть наше настоящее состояние. Только мы это не понимаем часто. Мы пытаемся себя ассоциировать с тем, что мы имеем, приобретаем, покупаем. Но по существу ты наг пришел, и наг уходишь. И вот осознание этого, это вот как раз и есть то состояние ребенка, о котором говорил Иисус, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Мы верим в Божье благословение, мы верим в Божью помощь, но при этом можно даже от благословения получить зависимость, от помощи получить зависимость. И доходит даже до того, что в некоторых христианских кругах люди пытаются Бога чуть ли, знаешь, не в углу зажать и потребовать. Ну-ка, Господь, давай! Вот до того доходит. Хотя Бог великий, всемогущий и и суверенный Бог. И вот нагота на самом деле это не унижение, а наше истинное состояние. Все, что у нас здесь есть, это временно. Это, конечно, нормально, когда мы хотим хорошего в жизни. Это нормально, когда мы стремимся избегать плохого. Но это ненормально, когда наша богобоязненность будет в связи с этим не даром. Корыстная богобоязненность показывать эта книга не угодно Богу. Во второй главе опять начинается был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана пристать пред Господа. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Бог снова подтверждает все характеристики и добавляет, смотрите, а доселе тверд в своей непорочности. А ты так возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? Видите, ставки повышаются. Сатана противник говорит, ну, конечно, он много потерял, но у него кое-что осталось. У него еще есть здоровье. Коснись его, да? Может быть, он на самом деле не даром богобоязненный. И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от Господа и поразил Иова проказую лютую от подошвы ног его по самое теме. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели добрая мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать. И опять-таки смотрите, во всем этом не согрешил Иов устами своими. мы видим, что злоключения этого праведника не закончились. Новая атака пришла, и он потерял последнее, что имел на земле, потерял здоровье свое. Сидел черепицы, соскребал себя ошметки своей кожи, своей плоти. И его жена, смотрите, она ему говорит, ну что, смотри, у тебя ничего нет, похули Бога и умри, потому что ничего нет. Какой смысл жизни? Какой смысл веры? На что ей Иов говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Иов Иов не имел в виду, что ты глупая. Что ты глупости говоришь? Нет. Кто такой безумный по священному писанию? Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Он говорит, ты говоришь, как неверующая. То смотрите, очень интересно, когда люди не даром богобоязнены, это на самом деле не верие в Бога, это вера в благо, хотя это может облекаться и в красивые какие-то слова. И вот смотрите, опять Иов ничего не говорит неправильного, да? Хотя он говорит такие вещи, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем? Мы же знаем, что всякое даяние благое и всякий дар совершенный нисходит откуда? Свыше от Отца Светов, так пишет апостол. От Бога добро, от Бога приходит благо. Более того, другой апостол добавляет, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Как же от Бога доброе и от Бога плохое, и от Бога совершенное? На самом деле, послушайте, тут нет никаких противоречий. Действительно, Бог все направляет к благу, все направляет к добру, но в тот или иной период то, что Бог делает, может совсем не показаться нам благом и добрыми вещами. Есть такая известная притча про человека, который в лотерею выиграл автомобиль. И вот приходят к нему друзья и говорят, ты выиграл в лотерею автомобиль? У нас есть один человек, он выиграл в лотерею автомобиль. вот. Тебе повезло, на что этот человек сказал? Возможно. И вот он сел в новый автомобиль, ехал по городу, и тут на перекрестке кто-то пьяный врезался в его новенький автомобиль, и этот человек оказался в больнице. Друзья пришли к нему в больничную палату и говорят, да, ты попал в такую аварию, как тебе не повезло. На что человек сказал? Возможно. И когда он лежал в больнице, в ту ночь был большой ураган, и огромное дерево упало на дом, где жил тот человек, и полностью разрушило. Но человек не погиб, потому что в эту ночь он был в больнице. Друзья пришли к нему и сказали, как тебе повезло, что ты в больнице? На что он ответил, возможно. Я к чему говорю? Потому что очень часто в тот или иной период нашей жизни нам кажется, что от Бога нам пришла какая-то беда или какое-то зло. Но мы знаем, что любящим Бога все, не только то, что нам кажется хорошим, все содействует ко благу. Наша задача лишь любить его и стремиться жить в его призвании. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Стремиться жить в его призвании. Наши проблемы начинаются, когда мы рассматриваем что-то произошедшее в нашей жизни, как вот некое семиминутное событие, и мы не понимаем почему. Но мы же не знаем будущего. Мы же не знаем, к чему все это было. Поэтому Писание и побуждает нас доверять Богу. Это как вот пример, когда капитан ведет корабль, и он стоит высоко на мостике, и вдруг замечает там подводные рифы, и он поворачивает резко штурвал, чтобы корабль обошел рифы. Корабль делает такой зигзаг. В этот момент матрос, который драет палубу, из-за такого маневра падает, летит в одну сторону, швабра в другую сторону, ведро с водой разливается в третью, он вскакивает и говорит, это что за капитан такой? А не понимает глупая голова, что благодаря этому корабль спасся от крушения. Наша проблема, мы видим нашу жизнь только вот в этом маленьком ракурсе и мы судим и когда судишь свою жизнь часто с точки зрения короткого отрезка, можно немало к Богу претензий предъявить, понимаете? Почему так? Почему так? Почему так? и почему так? И мы все приходим, мы недовольны, нам кажется, могло бы быть иначе, могло бы быть получше, что там Господь, что там капитан, он что, уснул может, что он там делает, упал может, что он там рулем так крутит. Мы не все понимаем, в этом есть наше доверие Господу, понимаете? Наше упование, наше упование на Бога. И вот мы видим Иов разбитый, потерявший все, здоровье, имущество, детей, все. И вторая глава, это как бы вступление заканчивается здесь, и вот последние стихи, одиннадцатый стих. И услышали трое друзей Иова, о всех этих несчастьях, постигших его. И пошли каждый из своего места, Елефас, Вилдат, Сафар, и сошлись, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И подняв глаза издали, они не узнали его, и возвестили голоса свои, и зарыдали, и разодрали каждую верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Недаром говорят, что малые печали слова охотливы, а большое горе молчаливо. И вот приходят трое друзей, на этом в принципе вступление к этой книге заканчивается. В следующий раз мы с вами поговорим на следующем собрании о речах этих друзей, поговорим с вами, но я скажу заранее, наверное, самое лучшее, что друзья сделали для Иова они сделали в первые семь дней, когда просто сели и молчали. Лучшее. Знаете почему? Потому что мы почему-то инстинктивно отдаляемся от людей, у которых проблемы какие-то. Если у человека возникают какие-то проблемы, нас это сразу начинает пугать, мы не знаем, что делать. Что-то ему сказать, ободрить, а вдруг он это слушать не хочет. Что-то может быть сделать, а что сделать? И мы невольно себя часто отдаляем. Вот почему люди в беде нередко остаются в одиночестве. Порой самое лучшее, что мы можем сделать, даже когда не знаем, это просто быть рядом. Я помню, когда в свое время читал одну из книг знаменитого американского журналиста Филиппа Янси. Филипп Янси рассказывал об одном своем знакомом, который однажды пошел на похороны. Он поехал на похороны и перепутал ритуальный зал, и зашел в другой ритуальный зал. И в этом ритуальном зале был гроб, там умер какой-то пожилой старичок, и стояла всего одна женщина, его вдова. он зашел, понял, что он перепутал, но он увидел всего вот эту вдову, этот гроб, и подошел, остался, был во время всей церемонии, даже помог съездить на кладбище, и когда они уже возвращались в похорон, и он вез эту вдову в своей машине, он сказал ей, вы знаете, я на самом деле совершенно не знал вашего мужа, на что ему эта вдова сказала, я знаю, потому что ваше лицо мне совершенно не знакомо, вы никогда у нас не были, но я вам хочу сказать, что вы сделали сегодня для меня то, что для меня не делал никто никогда, вы просто молча были со мной весь этот день. И Филипп Янсе после этой истории пишет такие слова, я вот хочу зачитать в конце «Когда я задаю вопрос, кто вам больше всего помог, никто не упоминает имен философов, в большинстве случаев люди рассказывают о каком-нибудь тихом, скромном человеке, о ком-то, кто был рядом, когда это было нужно, кто слушал больше, чем говорил, кто не смотрел постоянно на часы, кто подружески обнимал и сочувственно опускал руку на плечо, кто плакал, другими словами, это был тот, кто просто присутствовал, кто пришел на условиях страдающего, а не на своих собственных. Знаете, являемся ли мы такими людьми, которыми могут оказаться чуть ли не самыми важными в жизни кого-то. И не потому, что мы знаем ответы на все вопросы, и не потому, что мы знаем, что делать, что говорить, или как помочь, а потому, что просто мы можем с кем-то разделить совместное пространство, даже если это пространство горя. Не случайно Священное Писание нас учит радоваться с радущимися, и что делать? Плакать с плачущими. Иногда не нужно никакие умности говорить, никакие из Библии цитаты приводить, хотя я знаю, что это Слово Божье, но иногда нужно просто сесть и помолчать. Иногда, когда с людьми общаешься, они рассказывают о каких-то людях, вот я думаю, вы слышали это сказание, что какая-то была жизненная ситуация, и какой-то человек возник, и он просто был рядом, а потом этот человек пропал. И даже иногда говорят, кто это был, мы не знаем, может быть, был это даже ангел. Слышали такие истории? Таким ангелом может стать каждый из нас, если для нас горе и несчастье ближнего будет разделяемо нашим сердцем, когда мы просто придем и побудем вместе. вы знаете, я думаю, одна из проблем, почему в церкви нет столько любви и доброты, как мы хотим, это вот эта причина, когда мы что-то видим в жизни ближнего, мы почему-то сразу пытаемся научить его, обличить его, объяснить ему. Мы сейчас в своей жизни не все можем объяснить, но вот в жизни Михаила я все объясню. В моей жизни много загадок. В его я знаю ответы на все вопросы. Вот почему-то так происходит, вот мы всегда знаем, почему что-то случилось в жизни ближнего. Вот в своей не всегда, а в ближнего всегда знаем. И вместо того, чтобы просто прийти и молча его поддержать, просто вот без слов ему сказать, я рядом, я чувствую твою боль, я чувствую твои несчастья, я чувствую твои страдания, я не знаю, что тебе порой сказать, и у меня нет ответов, я не знаю всех решений, но я просто хочу побыть с тобой здесь. Особенно, знаете, как это важно в наше время, когда люди, даже находясь вместе на одной территории, вот каждый сам по себе, каждый в телефоне, в каком-то своем планшете находится, такое чувство, что сегодня людей можно собрать, но объединить их очень трудно, потому что мы как бы даже собранные не вместе находимся, а каждый находится в своем, и вот умение отбросить вот эти вот свои мысли, свои гаджеты, свои чувства какие-то, или свои там попытки там что-то объяснить, научить, а просто соединиться с человеком внутри, вот просто безмолвно направить из своего сердца потоки любви, потоки добра, потоки поддержки в его адрес, не это ли есть те реки воды живой, которые должны течь из нашего чрева, чтобы помочь им и поддержать, это нужно часто намного больше, чем всем все объяснить, как мы это нередко пытаемся делать, вот почему драгоценно я вам хочу сказать, я не боюсь и чем больше я служу пастором, в этом году будет в сентябре 30 лет, как я христианином стал, уверовал во Христа, так что подарок готовьте, 30 лет тут с вами уже, вот, и вы знаете, я все больше и больше убеждаюсь, как многого я не знаю, но вы всегда можете прийти ко мне, и я могу помолиться за вас, просто побыть вместе, просто побыть, побыть рядом, потому что у меня нет ответов, но я знаю, когда мы находимся вместе в любви, во имя Иисуса Христа, Он здесь, а Его присутствие может исцелить наше сердце от любого горя, и каждый верующий да скажет Аминь. Давайте закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, мы благодарим Тебя за этот воскресный день, за то, что мы можем в Доме Божьем все вместе собраться и читать Твое Слово. Я молю, мой Бог, дай нам ясность, четкость, чтобы мы видели то, что написано, а не через призму своих взглядов. Помоги нам по-новому увидеть, свежим взглядом прочитать это и услышать Твой голос через эту книгу. Голос, который обращен к каждому из нас. Я благодарю Тебя, Господь, за моих братьев и сестер. Я молю, мой Боже, благослови, чтобы наша церковь это было место любви, место добра, не место бесконечных поучений, обличений, а место, Господь, где мы можем не только говорить, но и молчать друг с другом, потому что мы ощущаем себя едиными. И боль другого это наша боль, радость другого это наша радость. Учи нас, Господь, искренне радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Молчать с теми, кто молчит, Боже, учи нас, учи нас создавать вокруг себя пространство любви, пространство благодати, Господь. Благослови, мой Бог, чтобы Твоя любовь, Твоя милость, Твоя жизнь изливалась из сердца в сердце, и чтобы нам было хорошо всем вместе. Как часто, Господь, даже в церквах людям плохо, как часто мы раним друг друга, как часто мы не чувствуем друг друга, но я молю, мой Бог, меня это. Мы нужны друг другу, мы одно тело, один организм, одна семья, и я прошу, чтобы это было не формально, а реально. Благослови, Господь. Я сейчас, Господь, молю за каждого моего брата здесь, за каждую мою сестру, у которых в жизни сейчас непростой период. И у нас, возможно, нет ответов, что им делать, у нас нет готовых решений, но у нас есть любовь. И я молю, мой Бог, чтобы все те, кому непросто сейчас ощущали атмосферу любви, которая буквально бы подзаряжала их, их сердце, их веру. Укрепи их, Господь. Ты не допускаешь испытаний сверхсил. И я молю, чтобы в церкви эти люди почувствовали усиление, укрепление, даже без слов, просто от самой атмосферы Твоего присутствия здесь. Благослови их, Господь. Я молю, мой Бог, Бог за тех, кто сейчас в чем-то, как Иов, проходит долину смертной тени или пустыню, или идет дорога каких-то скорбей, когда у него нет ответов и нет понимания, почему. Но я молю, мой Бог, коснись этого человека сейчас здесь, наполни, благослови их, по имя Иисуса Христа. Хвала, честь и слава доводит тебе Отец, Сын и Святой Дух. И каждый верующий нас скажет Аминь.